В апреле декларации о доходах обнародуют не только высшие российские госчиновники, но и американские. Тоже Алексей Камунин изучал, как разнятся доходы чиновников России и США и отметил некоторую разницу в сведениях, которые подлежат огласке. Спасибо, Маша. Добрый день. Барак Обама и его супруга Мишель в 2010 году на двоих заработали всего лишь 1 миллион 728 тысяч 96 долларов. Я говорю всего лишь, потому что в позапрошлом году они заработали в три раза больше, 5,5 миллионов. Традиционно основная часть дохода Барака – это продажи его книг. А в прошлом году их объемы как раз резко уменьшились. Американцам, похоже, перестали быть интересны книги Обамы «Дерзость надежды» и «Мечты моего отца». Президенты первой леди в прошлом году перевели 245 тысяч долларов на благотворительность. Это около 15% всех доходов. Самый большой дар был передан Fisher House Foundation. Эта организация занимается поддержкой военнослужащих. Пожертвование Обамы сделал из доходов от продажи своей последней книги под названием «О тебе пою. Послание к моим дочерям». Это детская книга. Президентская зарплата Обамы, кстати, составляет 400 тысяч долларов в год. Ну, что еще интересно, американские власти, в отличие от российских, отчитываются не только о своих доходах, но и о том, сколько налогов заплатили. В прошлом году Чита Обамы заплатила федеральный подоходный налог на сумму чуть больше 450 тысяч долларов. В рублях это под 13 миллионов. То есть в несколько раз больше, чем просто заработала Чита Медведевых. Президент и его супруга задекларировали совокупный доход за 2010-й в размере примерно 3,5 миллионов рублей. При этом главным источником их доходов стала зарплата президента. А Светлана Медведева, судя по декларации, в прошлом году не принимала участия в пополнении семейного бюджета. Премьер-министр Путин за год заработал 5 миллионов рублей. Его супруга Людмила около 150 тысяч. Даже вице-президент США получает на порядок больше. Доходы Джозефа Байдена и его супруги Джилл не в премьер-президент с кем возросли. Однако пока что существенно им уступают. Совместный доход Байденов за 2010-й составил 379 тысяч долларов. Байдены заплатили подоходные налоги на сумму 86 тысяч и пожертвовали 5,5 на благотворительность. Джилл Байден, кстати, сочетает обязанности второй леди страны с работой в одном из колледжей Вирджинии. В этом штате она даже подала дополнительную налоговую декларацию. Пусть американские первые лица и опережают по доходам российские, зато вторые российские опережают всех. Так, самой богатой в российском кабинете министров и Кремле остается семья первого вице-премьера Игоря Шувалова. С совокупным доходом чуть более чем 387 миллионов рублей. Это, между прочим, почти 14 миллионов долларов. То есть, раз и так в семь больше, чем у Обамы. Маш.